Здравствуйте, в эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. Одесские спасатели бьют тревогу. Уровень Дуная в районе Рени, Измаила, Вилкова и Килии стремительно возрастает. Только за прошедшие сутки река поднялась на 5-8 сантиметров. В зоне возможного подтопления, если не приступить к первоочередным мероприятиям, могут оказаться жители трех районов Одесской области. По данным регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в районе Рени за последние сутки увеличился на 8 сантиметров. До критической точки остается 266 сантиметров. В Измаиле река поднялась на 6 сантиметров, в Килие на 5 сантиметров, в Вилково на 7 сантиметров. До критических отметок 181, 150 и 41 сантиметр соответственно. Напомним, что в феврале в Придунавье состоялось выездное заседание оперативного штаба по подготовке к паводку. По предварительной оценке, в зону подтопления в Одесской области могут попасть 12 населенных пунктов, более 10 тысяч жителей в Измаильском, Килийском и Ренийском районах. Также под угрозой 4 порта и около 120 километров автомобильных дорог. Неспокойными выдались минувшие сутки для сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Восемь раз спасатели выезжали по срочным вызовам на тушение пожаров. К сожалению, не всегда огнеборцы успевают оказать помощь вовремя, ведь чаще всего жители звонят на спецлинию 101, когда вовсю бушует пожар. Накануне вечером горела квартира на первом этаже девятиэтажки на Фонтанской дороге. Дым и запах гари из квартиры почувствовали соседи. Они вызвали спасателей. Пожарные подразделения прибыли через считанные минуты и быстро ликвидировали возгорание домашнего имущества на площади 4 квадратных метра. В квартире был обнаружен труп пожилой женщины. Причины ее смерти и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. В Одессе сотрудники милиции задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве. Кроме жестокого убийства своего 70-летнего односельчанина, жители Приднестровья подозреваются еще и в ограблениях. Как сообщили в пресс-службе, обл. УВД молодые люди вымогали у старика деньги. Когда избитый пенсионер сказал, что денег нет, разъяренные грабители убили его. Скрываясь от правосудия, они уехали в Одессу. После задержания выяснилось, что в вечер убийства они ограбили еще одного пожилого мужчину, подозреваемый на тюремный срок. В нашу редакцию поступило много звонков от жителей Суворовского района. Люди рассказывали, что утром 4 марта стали свидетелями ужасающей картины. Неизвестные вырубили более 300 деревьев у границы рынка Северный. Примечательно, что настоящий лесоповал образовался в непосредственной близости от здания Суворовской райадминистрации. Кто так безжалостно расправился с зелеными насаждениями, выясняла наша съемочная группа. Кто был инициатором лесоповала, выяснить оказалось не так-то и просто. По словам очевидцев, все работы по вырубке деревьев проводились под покровом ночи. И только утром люди обнаружили сотни поваренных деревьев. Мы сегодня пришли и были в шоке. У них что-то настолько деревьев, да дело не в этом. Я не знаю, кто тут хозяин, но как у него поднялась рука, уже одесса остается вообще. Это же Акация, это же наш город, это все. Это вот вся территория, я здесь вырос, в этой территории. Но, когда я сегодня пришел, просто мимо проезжал, екнуло. За пояснениями наша редакция обратилась к руководству гор Зелентреста. Как оказалось, коммунальщики сами ищут виновных в несанкционированной вырубке. Имеет место на основе деревьев, на территории, недалеко, там, рядом с северным рынком, с рынком Северным. Вот, поэтому сейчас работают на месте, считая, заставляя документы, необходимые для передачи правоохранительного органа. Вот дело, это должны правоохранительные органы установить, естественно. И, конечно, не наши работники. Свою точку зрения на события высказали местные предприниматели. Здесь уже много лет на небольшом пяточке земли, прилегающем к рынку Северный, работают малоимущие одесситы. Специально для них городские власти и выделили этот участок. Но в последнее время, жалуются люди, их стали отсюда активно вытеснять. Вырубка деревьев на месте, где торговали люди, это спланированная акция против мелких торговцев, считают одесситы. Мы здесь, как уже понятно, все остались малоимущие. Мы здесь выживаем, пенсии у нас маленькие. Единственный источник, вот это, раньше городсполком нам выделил здесь территорию малоимущих, рынок был. Все мы стояли, нас потихоньку начали стязать, 20 лет продержались. Теперь кто-то наложил лабу. Исполком не знает, какая-то неизвестная группа приехала, вырубила деревья. У нас у каждого есть свои проблемы. Вы понимаете, многие здесь инвалиды. На сегодняшний день у меня лично два инвалида. У меня муж инвалид без ноги, у меня невестка инвалид по зрению. И у них маленький ребенок. То есть работа, то нет работы. Благодаря этому блошиному рынку не только я, но и все люди выживают. Мы убедительно просим вас помочь нам в этом вопросе. И не отказывать, не отшвыривать нас ногами. Кто незаконно уничтожил зеленую зону, еще предстоит выяснить правоохранителям. А вот что будет с местными торговцами, пока не ясно. На сегодняшний день людям уже негде работать. У Одесской облгосадминистрации новый глава, исполняющий обязанности президента Украины, назначил на эту должность лидера областной организации «Фронт ЗМИН» бизнесмена Владимира Немировского. Знакомство с новоназначенным руководителем облгосадминистрации состоялось во вторник. Владимир Немировский уточнил, что ранее на госслужбе не состоял и обрисовал основные задачи нынешней власти. Безжалостное выжигание коррупции, наказание тех, кто продает и предает государство – это та моя миссия, с которой я пришел сюда. Неприкосновенность частной собственности, защищенный бизнес наших граждан и уверенность, что в Украине и в Одесской области это можно будет сделать. Председатель облгосадминистрации также пообещал обеспечить политическую и финансовую стабильность региона. Николай Скорик, предыдущий руководитель области, сказал, что не планирует покидать регион и сосредоточиться на партийной работе. Что касается моих личных планов, то на сегодняшний день я планирую продолжить свою работу в качестве общественной работы руководителя областной организации партии регионов, депутата областного совета. И вижу свою задачу в том, чтобы все политические силы, вне зависимости от партийных флагов, сделали вместе с новым руководством области все одно зависящее для того, чтобы в области был мир. Перед зданием облгосадминистрации назначение нового руководителя региона приветствовали сторонники Евромайдана. Возле здания облгосадминистрации не обошлось и без происшествий. На этот раз произошла стычка между митингующими сторонниками Майдана, представителями общественной организации «Народная альтернатива». Стороны конфликта изложили свои версии произошедшего. Толпу возмутилось, что общественник подъехал к административному корпусу на иномарке, а не прошел несколько кварталов пешком. Плюс ко всему, по словам очевидцев, машина чуть не наехала на одного из демонстрантов. Охранник Давиченко был вооружен, и люди решили самовольно отобрать у него травматический пистолет. Охранник говорит, что имеет разрешение на оружие. Охранник говорит, что имеет разрешение на оружие. Но его не слушают и пистолет забирают. Сам Антон Давиченко считает действия демонстрантов нападением. Как объяснила лидер «Народная альтернатива», на пять человек напала толпа. Причем сотрудники милиции вмешались в избиение только тогда, когда стали кричать об оружии. Один из активистов серьезно пострадал. Мы отъезжали, они перекрыли нам путь на проспекте Шевченко, видео будет, я сказал, на ютубе. И они начали нападать на нас, хотели достать и меня, чтобы избить. Вот и все, вот вам методы. Теперь выяснять степень участия всех сторон инцидента будут сотрудники милиции. Требования, с которыми приходят к областным администрациям представители различных общественных движений и возможностей их реализации после новостей в программе «Тема дня», комментирует адвокат, кандидат юридических наук и глава городской организации Европейской партии Украины Руслан Чернолуцкий. В законодательстве нашим существующим на сегодняшний день механизма проведения местных референдумов нет. Она отсутствует и она отсутствует в силу принятия нового закона о всеукраинском референдуме, который был принят в 2012 году. И там в 13 разделе в переходных положениях написано о том, что закон старый, 1991 года, принятый о всеукраинском и местном референдуме, где были прописаны механизмы проведения местных референдумов, он утратил силу. Поэтому сегодня у нас нет правовых механизмов и правовых оснований для проведения в каком-либо регионе подобных референдумов, как бы ни хотели те или иные политически настроенные или общественные организации, либо просто люди. Поэтому заявления сепаратистского характера сегодня, которые разъединяют Украину в тех сложившихся военных сегодня, я бы сказал, условиях, которые мы видим, наблюдаем, особенно в Крыму, на востоке, на юге, в приграничных регионах с Россией. Сегодня, наоборот, нужно вместе скоординироваться, сконцентрироваться, уйти от разделения по политическим признакам друг друга, а сегодня думать о единении Украины. В Одессе за получение взятки задержан председатель ОСМД. Глава одного из объединений совладельцев многоквартирных домов получил от предпринимателя 9 тысяч гривен за заключение двух договоров о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба ОБЛУВД, в договорах речь шла о размещении в шести жилых домах оборудования определенного интернет-провайдера. Должностное лицо поймали с поличным. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый отпущен под обязательством. Одесский горсовет поднял зарплату дворникам за счет платы за содержание гаражей. Об этом заявил в ходе пресс-конференции председатель Одесского областного территориального отделения антимонопольного комитета Украины Юрий Кровец. По его словам, сейчас в АМКУ открыто сразу несколько дел по нарушениям, выявленным в отдельных ЖКСах города. Как отметил Юрий Кровец, горосполком и восемь коммунальных предприятий установили и применили экономически необоснованный размер паевого участия для собственников гаражей. Для содержания объекта благоустройствующего в 2012 году была установлена ежемесячная оплата в размере 5 гривен за один квадратный метр площади гаража. Мы в течение года проводили исследования. В результате был проведен ряд внеплавных выездных проверок. Мы выявили определенные нарушения. Первое нарушение заключалось в том, что все восемь ЖКСов города Одессы завысили уровень рентабельности. Уровень рентабельности должен был быть 10% согласно одного из решений Горсовета. Был в зависимости от ЖКС от 25 до 37%. Также было нарушение, которым мы выявили о том, что в себестоимость была включена заработная оплата дворников в размере 3045 гривен. На самом деле ни один дворник в течение 2013 года такую заработную плату не получал. По окончании расследования антимонопольщики обяжут сделать перерасчет платы за гаражи. Также придется сделать перерасчет в пользу пострадавших предпринимателей и администрациям некоторых рынков, которые на свое усмотрение определяли плату за торговые места. Некоторые базары устанавливали различную плату за пользование торговым местом. Согласно статье 13 закона о защите экономической конкуренции, установление разной платы за одинаковые услуги и товары работы является одним из видов злоупотребления монопольным положением. То есть плата за монополиста должен устанавливать плату одинаковую. Еще один актуальный вопрос, которым занимаются сейчас сотрудники АМКУ – заключение договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг между исполнителем и потребителем. Некоторые исполнители услуг предложили жителям вольную трактовку договоров, по которым горожанам доставали столько обязанностей, а вот правами были наделены исключительно исполнители услуг, причем опять-таки исключительно монопольно. Юрий Краес попросил одесситов не пожалеть времени и внимательно изучить договоры, которые им принесли из местных ЖКС, управляющих компаний или ОСМД. Если есть сомнения, одесситов просит обратиться в АМКУ. Согласно хозяйственного кодекса определено о том, что типовой договор нельзя изменять, его можно только уточнять. У нас есть уже достаточная судебная практика в спорах с субъектом хозяйственного, где мы доказали о том, что если типовой договор утвержден кабинетом министров, субъект хозяйственного не может носить его изменения, не может уменьшать права потребителя и создавать ему неблагоприятные условия. Также, по словам Юрия Кропца, сейчас сотрудники регионального АМКУ рассматривают ряд дел по злоупотреблениям в сфере торговли и поведения тендеров. Во время проверок соблюдения земельного законодательства сотрудники прокуратуры выявили нарушения при начислении и оплате земельного налога и арендной платы за землю. В результате суд удовлетворил иск прокуратуры и разорвал договор с коммерческим предприятием во Видеопольском районе, который не платил аренду за участок площадью 1 гектар. Кроме того, удовлетворено три иска надзорного ведомства к субъектам хозяйствования в Измаильском районе. Внесены изменения в договоры о аренде земельных участков и увеличена арендная плата на общую сумму 100 тысяч гривен в год. 4 марта в Одессе простились с уважаемым гражданином города Леонидом Чикитой. Леонид Дорофеевич, участник Великой Отечественной войны, всю свою жизнь отдал служению нашему городу. С его именем связано возрождение из руин войны многих зданий и возведение новых объектов. Имя Леонида Дорофеевича Чикиты известно многим жителям Одессы. Уважаемый человек, участник Великой Отечественной войны. Леонид Дорофеевич служил на Дальнем Востоке, где принимал участие в разгроме Квантунской армии Японии. Получил тяжелое ранение, но, несмотря на неутешительные прогнозы медиков, поднялся на ноги и продолжил активную деятельность на благо родного города Одессы. В 1964 году под руководством Леонида Чикиты было восстановлено полностью уничтоженное во время войны здание главпочтампа. Под его руководством проводились берегоукрепительные работы от Лонжерона до Аркадии. Но главное, чем бы ни занимался Леонид Дорофеевич, он всегда оставался семьянином, любящим отцом, верным товарищем и настоящим одесситом. Мы с Леонид Дорофеевичем, боюсь соврать, примерно 45 лет. Так или иначе, были знакомы, работали вместе. Прожил хорошую жизнь, у него замечательная жена, сына вы знаете. До последнего дня, будучи тяжелым временем, он все равно приезжал на работу, он интересовался, как дела, ребята, может вам чем-то надо помочь. Ну, еще раз говорю, вот если самое главное его качество, это такая порядочность, добросовестность. В последний путь Леонида Чикиту пришло проводить много людей, знавших, уважавших и любивших этого искреннего и доброго человека. В Александровском храме прошло отпевание усопшего. Похоронили Леонида Чикиту на Таировском кладбище в Одессе. Сотрудники милиции разыскивают несовершеннолетнего Сергея Буравченко, подопечного из Маильского центра социально-психологической реабилитации детей. 3 марта 15-летний подросток ушел в школу и назад в центр не вернулся. Приметы. Рост 170-175 см, худощавое телосложение, волосы светлые и прямые. Был одет в черную куртку, серый свитер и синие джинсы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону в Измаиле 048-41-91-635-75-363-102. Еще одного мальчика объявили в розыск в Одессе. Сотрудники милиции ищут 14-летнего Сергея Викола, который самовольно ушел из детского приюта на улице Терешковой. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид Сергею 16-17 лет. Рост 170-175 см, худощавое телосложение, волосы темные и короткие. Был одет в черную спортивную куртку, синие джинсы и черно-белые кеды. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить по телефону 766-89-98, 799-55-02 или 102. Проблема сиротства остается одной из наиболее острых в нашей стране. Увы, все чаще дети оказываются ненужными при живых и здоровых родителях. Они вынуждены менять детдома и интернаты в надежде когда-то попасть в родной дом. Немного в лучшей ситуации оказываются так называемые отказники, то есть те младенцы, от которых при рождении отказались их родители. Этим малышам, сотрудникам служб по делам детей, удается найти любящих пап и мам. 84 маленьких одесситов в прошлом году обрели семью. Из них 26 усыновили иностранные граждане. Помимо этого на 167 детей было оформлено опекунство. В роддомах Одессы за прошлый год от своих чад отказали 17 женщин. 8 из них изменили свои решения и забрали ребенка в семью. В целом за прошлый год в Одессе усыновлен 281 ребенок. В детских домах остается 251 воспитанник. Это в основном дети, которые уже пошли в школу. И как отмечают соцработники, к сожалению, таким мальчикам и девочкам очень сложно найти новую семью. Кандидаты в усыновители граждане Украины, к сожалению, сегодня практически не усынавливают детей старше 8-10 лет. Больше люди хотят взять в семью ребенка, который совсем маленький. Между тем уровень детской преступности в городе уменьшился на 15%. Но наряду с позитивными изменениями в целом специалисты фиксируют в отдельных районах города рост правонарушений, совершенных подростками. Территориями, которые нуждаются еще в усилении требует, являются такие депрессивные микрорайоны Одессы, как Большевик, Слободка. Там, к сожалению, имел место рост примерно на 30%. Количество тех негативных явлений, которые мы называем правонарушением или преступлением. В прошлом году улучшили свои жилищные условия три многодетные семьи, на что было истрачено 134 тысячи гривен. Две семьи получили квартиры. Еще одна семья, которая пострадала от судебного преследования, получила возможность проживать в большой квартире на улице Скворцова. Причем все расходы по суду 34 тысячи гривен город взял на себя. Также Владислав Носов напомнил, что в городе работает социальное общежитие, рассчитанное на 50 мест. Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью разоблачили группу лиц, сбывавшую видеопродукцию порнографического характера. Онлайн-порностудио организовал 30-летний житель Одесской области. Подозреваемый хорошо разбирался в компьютерных технологиях, поэтому собрал компанию из семи человек, которые распространяли клубничку. Предприимчивый организатор искал молодых девочек через интернет и приглашал их работать в порноиндустрии. Более охотно он нанимал красоток, владеющих иностранными языками. Специально для этого бизнесмен арендовал несколько квартир. Они были оборудованы всем необходимым, чтобы в режиме реального времени порноактрисы могли выполнять любые прихоти своих клиентов. Их начальник следил за происходящим с экрана монитора. Чтобы замаскировать доходы от нелегального бизнеса, его организатор открыл счета в украинских и иностранных банках. Легализация полученных преступным путем денег осуществлялась через оплату различных коммунальных и бытовых услуг, в результате чего были незаконно присвоены более 250 тысяч гривен. Владельцу порной индустрии уже предъявлено обвинение по целому ряду статей УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники милиции просят население сдать оружие. В течение трех недель проводятся спецмероприятия по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, в том числе и незаконно изъятых у правоохранительных органов и спецслужб в ходе захвата территориальных управлений. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки – это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Однако граждане, которые добровольно обратились в милицию и сдали оружие, от уголовной ответственности освобождаются. 2014 год знаковый для украинской культуры. Исполняется 200 лет со дня рождения великого народного поэта, гениального художника-новатора, основоположника новой украинской литературы и украинского литературного языка Тараса Шевченко. Эта памятная дата широко празднуется и в Одессе. В рамках проекта «Шевченковская весна» в областной детско-юношеской библиотеке имени Маяковского состоялся детский конкурс чтецов. Мероприятие прошло при поддержке общественной организации «Интеллектуальный форум». В детско-юношеской библиотеке имени Маяковского большое событие. К празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко здесь стартовал масштабный проект «Шевченковская весна». Сегодня у нас мы открываем этот проект таким великим заходом, шевченковскими читаниями. Окрім того, в рамках сегодняшнего захода отбудется презентация собственного відеопродукта библиотеки «Это наша гордость». Это вот такой короткометражный ролик поэзии «Кобзаря мовами світу». Организаторы мероприятия отмечают отношение отцов и детей, любовь к родине, положение женщины в обществе. Эти темы, которые украинский поэт поднимал в своих произведениях, были близки каждому из нас, вне зависимости от вероисповедания, места проживания и возраста. Именно поэтому стихотворения Шевченко сегодня соединяют представители разных национальностей и культур. Камерунец по имени Челси признается, одно из его самых любимых стихотворений – шевченковский заповед. «Конкурс чецов в рамках проекта «Шевченковская весна» собрал в зале библиотеки учащихся Киевского района. Юные одесситы декламировали известные произведения «Кобзаря». Праздник шевченковской поэзии прошел при поддержке общественной организации «Интеллектуальный форум». Всю весну гостей библиотеки имени Маяковского ожидают сюрпризы. В рамках проекта «Шевченковская весна» здесь планируется цикл тематических книжных выставок, встречи с писателями, информационные часы, обещают организаторы проекта. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.